здравствуйте дорогие дамы и господа и сегодня мы поговорим о такой интересной теме которую нельзя обойти вот так вот просто боком да то есть ну как-то даже интересненько боком сегодня мы поговорим о том чего стоит мечта и путь к ней я думаю что каждый человек который во всяком случае смотрит наш канал он как-то относится к авто тематике да и скорее всего если вы смотрите именно наш канал вам не нравится стандартные автомобили скорее всего вы думаете о том как поставить тачку более мощный мотор как его затюнить что с ним сделать и так далее и нельзя вот нельзя просто так взять и обойти тему как автопродавцы вот эти вот как это барыги не барыги люди которые в общем наживаются на нас с вами на таких людях которые пытаются сделать этот мир интереснее да и мы хотели записать видео о контрактных запчастях о контрактных моторах но немножко в другом ключе мы хотели объяснить людям да ну в принципе рассказать и топовые блогеры этим уже занимались тем что показывали как правильно выбрать мотор но дело в том что что нас подвигло на запись вот этого видео ко мне обратился человек по имени александр и вся суть заключалась вопросы и просьбы то в том что он взял бабки в кредит занял еще и купил мотор rb 25 д с 33 скайлайн у такой именитой фирмы как япона мама я думаю что множество людей которые подписаны на какие-то интернет сообщества связанные с же демом всегда видели вот эти пестрые интересные посты продажи какой-то тенячки и чего-то еще такой фирмы как япона мама и ему пришел мотор контрактный заплатил он за него кругленькую сумму все ссылочки до всю историю я оставлю в описании под этим видео возможно даже сейчас буду просто ну скажем так освещать скрины либо какие-то фотографии поэтому мотора дело в том что он купил этот мотор реально за большие бабки выше рыночной цены во всяком случае которая ну есть было и так далее даже у нас в регионе хотя он находится в челябинске там рядом с челябинской в челябинской области и ему пришло не то что он заказывал просто пришла какая-то какашка на полете то есть он приехал в транспортную фирму обнаружил то что двигатель некомплектен каких-то частей нет нет даже лап да то есть подушек мотора на который он ставится но знаете это еще не самое страшное что его ждало дальше произошла просто неумоверно феерическая вещь мотор не заводился человек вызвал электрика чтобы его переподключить переподключили мотор в итоге выяснилось вскрытием так сказать мотора выяснилось то что мотор мертвый компрессии не было просто в шестом цилиндре в контрактном моторе двигатель куплен у япона мама замеряем компрессию первый цилиндр хватит давай второй цилиндр второй хватит цилиндр 3 цилиндр четвертый и как ни странно в пятом цилиндре у нас что-то там есть по компрессии но все равно не густо хватит твой имеем 6 очков сбрасывается так ну и последний шестой так где-то бонус давай вообще даже никаких хватит ну вот так вот ребята думайте сами решайте сами что я делать я не знаю ребят если сейчас кто-то не понимает что такое контрактный мотор это мотор снятый до с тачки с пробегом и собственно говоря вот это вот слово контрактный значит есть какой-то контракт то есть какой-то договор то есть человек покупая например мотор шестидесятью двумя тысячами пробега по японии он прекрасно понимает что если ты даже рбк у которого постоянно там перегородки высыпается то он живой он более-менее живой ребят я сам неоднократно покупал моторы запчасти и так далее у меня была сотая коробка на которой я покупал коробку вы знаете что я до сих до сих пор эта машина есть до сих пор это коробка и живет хотя на ней уже по и проехали больше ста тысяч километров это нормально у нас в принципе в сибири я не знаю поймут нас западные зрители или нет если у нас ломается мотор он просто не знаю начинает стучать начать жрать масло ты берешь 25 тысяч рублей едешь фирму тебе ставят контрактный мотор с гарантией ты на нем ездишь все то есть вот такая вещь и понимаете что самое такое опасное вот этих вот барыг до их не понять то есть я уже давно говорил о том что я никогда в жизни не пойму ценовую политику на какие-то молдинги няшки на mark 2 на gzx и просто представляете маленькие порожечки хромированные на морковник стоит 15-20 тысяч до 15-20 тысяч тур и вы вообще куда то есть есть некоторые мысли там о заговоре барыг и все такое есть у них там всероссийский чат они там gz там торгуют выше 60 65 тысяч сто пятьдесят четвертые коробки уже за сотку перевалил кит понятно все вот доллар скаканул вы не можете таскать чем сейчас занимаются вот такие автобарыг я не говорю именно сейчас и даже не наезжая на япона маму потому что объясню дальше в конце что там происходит на данный момент вся эта история на самом деле тянется до сентября что делают сейчас барыги они покупают ушлепанные тачки здесь за бесценок тачки недострои корчи размотанные турики размотанные skyline и размотанные subaru и продают вам запчасти как контракт то есть представляете приехала там при когда-то слапнутый мотор в 2000 году 2005 поставили на skyline какой-то малолетний тип на нем отжигал просто два-три года заливая лукойл заливая 92 бензин в мотор который в принципе боится дитона и всего остального и за ним нужно ухаживать потом он расхлестал ее ему жопу снес автобус и вам продали с него мотор как контрактный а вы думали что он проезжал всего там 80 тысяч по японии представляете какое-то наклепало но самое прикольное того что есть авторазводы есть даже очень много групп авторазводил там вконтакте и все остальное есть куча групп то есть там где люди у которых но не стоит покупать прям реально не стоит обычно как спалить вот такого автопродавана нечистого на руку ценник ценник ниже рыночного но тут парень купил что в районе 60 тысяч рыбу ребята не у нас красноярске стоит 45 48 то есть даже с пересылом потому я не помню краснокаменского город ли усть-уральский я не знаю честно говоря не помню сейчас смотреть не буду с пересылом выйдет там пересыл выйдет рублей в пять то есть по сути если бы он купил мотор я не знаю у нас в компании кого-то бы попросил чтобы он съездил правил мотора вышло бы дешевле и правильный в итоге чувака не было даже компрессии возвращаясь к истории про 25 рыбу него не было компрессии весь мотор был ушлепан и собственно говоря то есть не за что было давать во первых ему не вернули все то что было в комплектации этого мотора то есть он там вроде бы как-то спорами в течение там месяцев выпросил там лапы что-то еще одно тем не менее мотор был некомплекте он да уже не контракт да какие вещи я вам хочу сказать да это это вот сейчас можно на самом деле развести полемику вот на километры на километры времени комментариев так далее кстати пишите вот что вы думаете по этому поводу в комментариях мне будет интересно очень посчитать дело в том что таких таких авторазводил сейчас просто огромное количество я сам знаю у нас красноярске двух людей которые реально покупали машины попадали в красноярск казахи или кыргызы дано от кыргызских на казахских номерах их здесь ушлепывали весь сезон и к концу сезона их по дешманчику продают чтобы на следующий год опять такую тачку же себе привести и его сейчас разберут напишут маркером напишут маркером и все будут вам продавать контрактные фары из чайзера сотова контрактные радиаторы и все такое но и возвращаясь к истории про к этому молодому человеку а когда его попросили сфотографировать метки да то есть который делает авторазборка обычно как делаются в метке берется баллончик и на контрольные болты там на на клапанной крышке на грм и брызгается баллончиком чтобы когда-то откручивал ты все равно соскребнешь краску и то есть было видно разбирал то мотор или нет пытаешься ты наклепать эту авторазборку но на моторе не было никаких меток да бывают случаи подмены в транспортных компаниях был у нас были случаи когда приходил мотор с 13 сливы с него сняли генератор прям в транспортной компании когда он ехал к нам в красноярск с владивостока был палец замотанный в палете прорезали дырку сняли генератор зачем ну да бывает бывает обычно большая авторазборка может себе позволить такой расходник как генератор на мотор не это не проблема вот как сейчас уже как бы можно сказать что следует делать при выборе вот контрактного мотора как вы помните есть такие великие автоблогеры как академик есть там приспешник там ярослав ефремов да они его а подождите ка еще стреколовский вот стреколовский porsche у них там вот этот парень который занимается моторами дорогих машин бы вы и так далее там был видос целый как они выбирали контрактный двигатель они настояли на том чтобы разобрать скинуть ему бошки посмотреть посмотреть цилиндра то есть посмотреть ушлёпан или цилиндра или нет есть ли там пропага прогрызы и так далее до повреждения какие-то это самый правильный вариант когда вы приезжаете непосредственно на разборку смотрите в первую первую очередь документы то есть выхода тачку покупайте что вы смотрите вам лисовская елена тысячу и один ролик уже рассказывает про то что приезжаете к барыгал смотрите документы на кого форме на . здесь также у вас должна быть gtd-шка то есть вот это вот таможенная бумажка где указано когда мотор приехал в россию сколько он пролежал на складе если вы прекрасно понимаете если мотор пролежал на складе два-три года там уже все залегло мухом покрылась и она не будет ездить она по-любому будет жрать масло и умрет когда-нибудь это нормальная история то есть смотрим gtd-шку если у вас есть возможность приехать на разборку разобрать мотор делайте это то есть попросите перевернуть мотор даже можно это делать в транспортной компании если вам мотор пришел попросите на полете мужиков повернуть мотор скрутите фильтр масляный посмотрите эмульсию посмотрите какого цвета масло если вы вскроете масло заливную горловину посмотреть туда там можно все вытереть я могу вам сам провести лекцию про то как сделать мотор чтобы не спалиться то есть он приедет на полете тип его заберет с транспортной компанией, и до свидания. Удаляешь его, из ВК блокируешь страницы все, у тебя профит, ты продал мертвый мотор за 60. Хотя купил его за десятку. У нас мертвый РБ можно купить за десятку без проблем. И намыть его, написать на нем маркером, брызнуть везде баллончиком, протереть маслозаливную горловину будет вообще шик. Просто будет шик. Его прям заберут с транспортной компании. То есть, если мы говорим о том, что у нас есть возможность либо вам, либо со знающим человеком приехать на авторазборку, посмотреть мотор, круто. Едьте, смотрите. Едьте, смотрите, это вообще замечательно. Если вы заказываете транспортной компанией, мотор вам его привозят, смотрите в транспортной компании. Вы можете его не принять. Его просто за счет, собственно говоря, отправителя, его доставят обратно. Вы можете в транспортной отказаться от этого мотора. И просто, если это большая разборка, если это честные люди, можете с ними созвониться, там как-то решить этот вопрос, вам переведут обратно бабки. Вы скажете, мне не нужен этот мотор. Возможно, вы потеряете какую-то стоимость этого мотора, но тем не менее, у вас не будет вот этого геморроя. Вы сможете нормальный мотор приобрести потом на оставшиеся деньги. Есть такие варианты. Есть варианты, можно попросить снять впуск-выпуск, посмотреть на клапана. Ну, в общем, на ножки клапанов посмотреть, что туда заливалось. Есть. Я видел людей, которые приезжали на авторасборке с маленькими камерами, когда, в общем, выкручивали свечи, смотрели износ поршневых групп, все остальное. Вот так правильно выбирать мотор. Есть люди, которые... У меня есть знакомый на Subaru. То есть, у каждого есть знакомый на Subaru, по-моему, вообще на этой планете. У него постоянно там застучал мотор, он поехал покупать контрактный мотор. Контрактный стоит примерно, там, по городу, допустим, сорокет, он купил за 60. Он купил за 60 мотор с установкой гарантии. Зачем он это сделал? А дело в том, что есть у нас в Красноярске фирмы, не буду называть, не надо вам это знать, это не реклама. Есть, да, у нас фирмы, к которой ты приезжаешь, и действительно тебе проще установить даже тюнинг и мотор. Ну, то есть, если у вас там RB25D, вы устанавливаете RB25D, проще поставить его в сервисе. Сервис возьмет на себя даже гарантию, да, на ваш мотор, не какое-то количество пробега. То есть, то количество пробега, когда вы убедитесь, что он живой. Вот это самый шикарный вариант. Но зачастую там другие города отправляют, и вот это вот. То есть, смотрите, что вы покупаете. Это самое важное. Почему мне интересна эта ситуация, да, потому что сегодня выяснилось, мы вообще очень хотели, так сказать, наехать с большим наездом на Японо-маму, действительно, каким-то образом, то есть, какими-то вот такими роликами пытаться выбить мотор. Но дело в том, что Александр сегодня мне сообщил такую вещь, что с ним связался какой-то менеджер этой фирмы, предложил ему, чтобы они ему вышли новый мотор. То есть, новый мотор взамен того, что ему там вот это вот како прислали, да, и, видимо, пытается что-то как-то это двигается. Видимо, резонирование вот этого, вот этих вот говняных масс, да, по соцсетям, по драйву, все-таки дает втык и остаются еще фирмы, которые могут себе такое позволить, чтобы там заменить мотор. Это очень хорошо. Но, собственно говоря, этим роликом мы хотим сказать компании Японо-мама, ай-яй-яй так делать, ай-яй-яй. Ребят, нехорошо. У нас очень мало осталось фирм, очень мало осталось всероссийских разборок, да, таких тем в том же самом Владивостоке, в которые ты можешь обратиться и действительно знать, что тебе придет хорошая вещь, что тебе придет хотя бы то, что ты заказал. Очень мало таких фирм в России, их практически по пальцам можно прочитать. Ну вот Японо-маме доверяли, но как бы сейчас такое вот доверие-недоверие. Мы будем держать вас серьезно в курсе, это мы выпустим обязательно второй ролик о том, как все закончилось. Возможно, попросим Александра снять видосик, что с мотором и так далее, да. Есть такое. Есть. То есть мы снимем обязательно второй видосик, будем держать вас в курсе. Что хочется посоветовать вам и, собственно говоря, я вот хочу объяснить свою позицию, почему очень много людей таких же, как Александр, да. Очень много людей, которых вот так вот налюбливают, наклепывают и остальное. Ребят, если сейчас каждая авторазборка, каждая штука, каждая компания, которая поставляет тюнинг и моторы в России будет так делать, первым, даже не первым, можно сказать, так сказать, как бы это даже вот так вот вам воспроизвести, первым пострадаю я. Потому что мне нечего будет снимать в этом городе, даже в этом городе. Понимаете, если сейчас нашим ребятам, нашим пацанам будет приходить такая шляпа в палете на транспортных компаниях с Владивостока, откуда взяться интересным тачкам в Красноярске? Скажите мне, откуда? Откуда взяться дрифт-проектом в России? Откуда? Понимаете? Нету этого. Не будет просто этого. У нас и так сейчас, представляете, у нас доллар стоит, мать его, бешеные бабки. Моторы начали стоить по сравнению там с двумя-тремя годами назад, они стали стоить просто недоступными. 154-я коробка и так стоила нереальную неподъемную сумму денег. Марка можно было за эти бабки купить, как стоит. Коробка одна, без сцепления, даже, мать его, без корзины. А сейчас она стоит еще дороже. Вы понимаете, что людей, которые могут построить себе тачку, на столько, в тысячи раз меньше. Проще, ну, человек уже даже не строить себе каких-то, какие-то мечты, там, что построить себе корча на лето, там, не на лето. Он просто покупает себе шляпу и начинает на ней ездить. Я, конечно, понимаю, что это очень хороший заговор, очень хороший план пересадить нас на шляпу мобили с пометкой Lada Vesta и так далее. Но я-то не хочу с этим мириться. И надо бороться за вот такие вещи. Так что администрации фирмы Япона Мама, большой псалам из города Красноярска, так-то. Мы за вами следим. Не думайте, что мы сейчас ролик этот сделали, такие раз-раз забыли. Мы проследим этот момент. И всем вот таким нечистым на руку дилерам, да, вот этим вот автобарыгам. Тоже большой привет из города Красноярска. Мы все видим, все знаем. Ребята, у которых есть мысли по этому поводу, пишем в комментарии, кого когда-то обманывали или есть действительно какая-то подтверждающая информация. Вы можете к нам обратиться, мы постараемся вам как-нибудь помочь. С вами был Дядюшка и Борода. До скорой встречи.